Добрый день! Добрый день! Профсоюзный стипендиат 2015 Андрей Стешиц, наприклад, марит стать вядомым оперным спеваком. Классическое пение, музыка живет именно с такими проектами, с такими конкурсами. Я думаю, что профсоюз этому содействует. До других тем. На 12%. Такие личбы выник с уместной работы у всех субъектов профилактики. Основными причинами пожара застаются неосерожные выходжения за огнем. На другом месте несправность перчного оттепления. Замыкают стройку дитячие гульни. Недостатковая увага с боку дорослых может привести до серьезных наступствов. До речи, с 80 загинувших на пожарах – два дитяті. Трагедии отбились в Калинковицком районе и в Речице. В Новой Гуте супрацовники митной службы затримали бойную партию контрабанды. Громадянин Украины, кроме конфискованного товара, может развитаться и с автомобилем. Под рабязностью в материале Яугена побыла уцам. На мяже Беларуси и Украины затримана бойная партия мархуаны – больше за 2 кг. Службовый собака показал на наявность наркотика у запасным коле автомобиля Митсубиши Паджера. Пять пакетов с мархуаны были старанно схованы внутри кола. А кроме этого, в салоне автомобиля супрацовники мыть не знайшли еще больше за 150 кг продуктов харчевания и 23 литра алкоголя. Мужина спробовал все это провести на территорию Беларуси без ответного оформления. Разгорались двери, разбирался багажный, отсек автомобиля. И транспортное средство наверняка будет конфисковано доход государства. Громадянин Украины 15 годов проживаю в Минску, депрессу, на рынку Уждановичах. Поездки с малой родимой до места проживания отбывались от часа в часу. Ализа раздается, что мужчина пошел у своей соблевы ва-банк, за что и отрымая покарания на кшталт героя знакомитого польского фильма. По данному факту, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусмотрена наказанием в виде лишения свободы на 3 до 7 лет с конфискацией или без конфискации имущества. Евген Поболовец, Игорь Марышенко, телерадокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. С надыходящим Новым Годом повиншовали выхованцы у Гомельского городского центра коррекционно развивающего навучания и реабилитации. Администрация установы разом с больничными клоунами «Фанни Ноуз» зарабили соправдное свято не только для детей, але и для их батьков. Цекавое представление – Гульни, Дед Мороз и Вядомаш клоуны. Зараз у центра коррекционно развивающего навучания и реабилитации с педагогами займаются каля 70 дятей, які мають у гэтым потребу. В атмосферу свято трапляш ященне переступивши парох установы. Упругоженный фасад будынка и ёлка для угохода. У фойе выстава работ на ученце. У актовой зале так само отповедны настрой новогодние оформления и дети у карнавальных костюмах. Сегодняшний праздник удивительное для нас событие, потому что сегодня собираются все наши воспитанники, сегодня здесь родители, которые иногда не могут присутствовать на других праздниках. Больничные клоуны «Фанни Ноуз» показали спектакль «Клоунские сны». Рассказывают, что историю клоуны не вымовляют с него одного слова. Трапетти у сны допомагают тени, жесты, музыка и гульни. Такая интерактивная подача робить тое, что отбывается на сцене с разумелым кожному. Раньше мы придерживались традиционной формы выступлений. То есть, если мы говорим про Новый год, то это какие-то текстовые спектакли. Сейчас мы стараемся отходить от этого. Мы практически не используем текст, практически не разговариваем. Мы используем музыку, мы используем тени, мы используем шары, реквизит. И это какой-то такой интерактив, который позволяет, наверное, достучаться до каждого ребенка. Клоунские сны вперед новогодних и калядных святов бачить маленькие пациенты медицинских установ Гомеля, а так само выхованцы школ-интернатов. Усяго больничные клоуны Фанни Ноус плануют еще каля 15 представлений. Максим Савин, Игорь Маришенко, телерадио «Компания Гомель». Святочный подарунок. Выставу редких картин с фонда у Гомельского палацево-паркового ансамбля дорыць усім гораджанам и гостям областный центр народной творчасти. Тут аматоры живопису смогут оценить высокий техничный узровень выконания масляного и акварельного живопису. Выстава новогоднего вернисажу включая у себя беэкспонаты, которые остались от попередних уладальников Гомельского майонтка. У экспозиции так само представлены картины, что сбирались и кераунествами и супрацовниками палацево-паркового ансамбля. Работы уявляют историчную каштоуность, покольки адлюстроивают историю развития у себя Гомельского края 60-х годов, минулого 100-годзе до сенешнего часу. Диалог с наведвальниками ведут шмат табличные мастацкие вобразы, и ке с кожным праглядом открываются новым баченням. Ретро-выстава протягнется до 15-го студеня. У ваход вольны. В экспозиции можно увидеть работы, такие очень интересные и редкие на сегодняшний день, которые имеют большую ценность. Это такая бархатная, ничем не сравнимая акварель Марии Егоровой. Также замечательные зимние пейзажи, замечательных художников наших гомельских, старых мастеров, старых живописцев, таких как Дучиц, Дьяконов, Ландарский Роберт Ефимович. До 24-го Снежнего универмагу «Гомель» проводится доброчинный марафон. С 16 до 19 годин волонтеры пропоновывают усім жадающим принять уделу акции «Цуды на коляды». Зрабить гэта вельми просто – купить любый новогодний подарунок – цацки, канцелярские товары, прысмаки и іншые. Их можно будет покинуть у волонтеров БРСМ и пионеров-тимуровцев. А кроме того, можно оказать грошовую допомогу. Перелечить сродки необходно на доброчинный рахунок Гомельской областной организации громадского объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» у дирекции открытого акционерного товарыства «Белинвестбанк» по Гомельской области с познакой «Цуды на коляды». Каб выканать мары дяте необходно приблизно 40 миллионов рублей. Подарунки отправятся у Мазырский дитячий дом, Брахинский и Октябрьский районные центры коррекционно развивающих обучения и реабилитации и у Петриковской Державной специальной профессиональной технической училища закрытого типу номер один – легкой промысловости. На этом выпуск завершен. Спасибо вам за увагу и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok